В рамках национального проекта «Экология» в Ингушетии реализуют четыре региональных проекта. Сохранение лесов, чистая страна, сохранение уникальных водных объектов и комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. В республике провели большую работу по защите окружающей среды. Завершены лесовосстановительные работы за 2021 год. Площадь составила порядка 30 гектаров. Экологи высадили там медоносные деревья. Было обращение главе республики Магмударии Калиматову, общества пчеловодов, которые обратились с тем, что на территории республики находится мало медоносных деревьев. И в этой связи главой была поставлена задача о том, что необходимо посредить саженцы именно медоносных деревьев. И белая акация является именно медоносным деревьем, а также является деревьев, который выделяет определенное количество кислорода. В рамках национального проекта «Экология» удалось обновить парк лесопожарной техники и сократить почти половину ущерба, причиненного от лесных пожаров. Благодаря большой поддержке федерального центра в Ингушетию ежегодно поступает партия новой специализированной техники, которая позволяет снизить риски возникновения и распространения пожаров и облегчает работу лесников. Было закуплено более 20 единиц техники. Это как техника для патрулирования, так и техника лесопожарная. Были закуплены малые лесопатрульные комплексы. Это машина на базе УАЗа «Фермер» с оборудованием для тушения. То есть там все оборудование есть для тушения мелких пожаров. И этой техники тоже у нас никогда не было. Она очень необходима. И произведение пожара помогает для оперативного реагирования и для доступа в труднодоступные места. В этом году в рамках национального проекта «Экология» регионального проекта «Чистая страна» начали работы по ликвидации крупнейшей свалки в Малгобеке. Полигон площади 19 гектаров включили в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде еще в 2019 году. При ликвидации свалки применяют новейший метод гидроизоляции отходов. Здесь будет уже как раз применять метод общей рекультивации. Как я говорю, своего рода практически полигон создается. На этот полигон сгребаются отходы с 20 гектаров вплоть до 7 гектаров. Все это собирается. После этого уже материалы, которые изолируют эти отходы. Естественно, основная цель такого мероприятия – это снизить негативное воздействие на рождение. Вот эта работа будет проведена. Я думаю, что к концу 2022 года у нас свалка города Малгобек, крупнейшая, будет ликвидирована. В рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» до конца года закупят специальные контейнеры. В рамках этого года еще планируется по региональному проекту «Комплексное обращение с твердыми коммунальными отходами». Еще одно мероприятие планируется – закупка контейнеров для раздельного сбора мусора. Там будет 5 контейнеров. Потом в общее количество контейнеров будет 2289 штук. Для обустройства контейнерных площадок эти контейнеры будут в муниципальных образованиях, в городах, в республике Инкушетия. Реализация национального проекта «Экология» – огромный польза окружающей среде. На 2022 год у экологов также большие планы. Основная задача – сохранить природные богатства и улучшить экологию.